Площадка Daily Paintworks растеряла за последние два года весь тот капитал, который она наработала на пике в мае 2021 года. Именно в мае 2021 года, вот с апреля примерно 2021 года, мы, в том числе Наталья, активно пиарила площадку. Daily Paintworks благодаря нашим усилиям достаточно хорошо рос и развивался. Daily Paintworks Известная площадка, которая с недавних пор теряет посетителей, теряет художников и теряет авторитет. Что же произошло, почему так случилось, давайте разберемся в сегодняшнем видео о взлет и падении Daily Paintworks. Итак, площадка Daily Paintworks американская, хостинг у нее американский, владельцы площадки это художница Кэрол Марин и Дэвид Марин, ну и их дочь, которая им помогает. То есть это такой семейный бизнес, небольшой. Благодаря Дэвиду, который является программистом, вся эта структура держится. Здесь в принципе расписано, кто это. Давайте мы переведем на русский язык и просто по-быстренькому познакомимся. Вот, видите, да, что здесь, значит, у них в базе данных 249 тысяч картин, 1600 художников и примерно 200 новых картин в день добавление было. Ну и сейчас, в принципе, это происходит тоже, да. Вот, ну далее тут идут общие вопросы, это уже нам неинтересно на данном этапе. Мы сейчас обозреваем другие моменты. Нас интересует прежде всего, почему же произошел вот этот вот спад, спад посещаемости, спад интереса к площадке и такое достаточно серьезное угасание. Давайте перейдем опять на нашу платформу аналитики и посмотрим просто статистику за последний вот год, два года, да, здесь у нас поставлено. С октября 2021 года среднесуточное значение трафика было 15 тысяч посетителей в день. И сейчас, в сентябре 2023 года, оно упало до 5000 среднесуточное посещение в день. Это цифроусловные, они берутся не с сайта Daily Paintworks, это опосредованные данные, которые суммируются на основе видимости сайта в поиске Google прежде всего. Поэтому цифроусловные, но они достаточно хорошо отражают общую тенденцию падения. Падение трафика, можно сказать, в три раза, да. Вот это будет, это самое главное, что нам нужно знать. Здесь также мы видим, что основной трафик 64% посетителей из США, во втором месте идет Россия и United Kingdom, это Великобритания. Ну, она так уже в меньшей степени, остальные 18% дают. При этом смотрим, что видимость в поиске остается такой же. То есть поиск-то, как бы, по ключевым словам достаточно хороший. Сейчас мы поставим за все время, и картина будет еще более удручающая. Площадка Daily Paintworks растеряла за последние два года весь тот капитал, который она наработала на пике в мае 2021 года. Именно в мае 2021 года, вот с апреля, примерно 2021 года, мы, в том числе Наталья, активно пиарила площадку Daily Paintworks. Благодаря, в общем-то, нашим усилиям достаточно хорошо рос и развивался. Вот. И так было до февраля 2022 года. Ну, дальше уже, как бы, все пошло под откос. Площадка потеряла, прежде всего, достаточно большое количество авторов. Ну, и, соответственно, такой одномоментный отток авторов, отток посетителей, отток обновления. Площадку просто обрушил до уровня, наверное, марта 2016 года, да, примерно так. То есть сейчас площадка, ну и, в общем-то, на пока нет. То есть она может еще ниже упасть. При том, при том, что вот мы видим, что вот 174 новые работы добавляются в день. Ну, тут, конечно, есть свои особенности, да, площадка позволяет выставить одну работу в день на главную страницу, вот сюда вот. Но при этом никто, как говорится, не запрещает перевыставлять работу. То есть это может быть, знаете, как вы выставили работу, потом ее через некоторое время, там, через месяц, по-моему, вновь перевыставили. И, соответственно, просто идет ротация. Вот. Поэтому общая база работ может быть гораздо ниже. Одним из плюсов площадки было то, что первый месяц был бесплатно, размещение работ было бесплатно. А затем с вас снималось примерно порядка 12-13 долларов ежемесячных платежей. Вы могли пиарить свои работы, могли давать ссылки на свои ресурсы, где уже люди это покупали. Ну, на данный момент, получается, при всем желании даже вы не сможете оплатить это. Для этого надо Visa MasterCard, которые, собственно, в России заблокируют. Поэтому для россиян данная площадка сейчас под большим таким вопросом, в плане именно удобства для выставления своих картин. Это как раз отчасти и показывает вот этот вот грандиозный спад, который произошел в два этапа. В два этапа. Ну и сейчас, в общем-то, в самом-самом таком своем закате. Ну, мы будем наблюдать, в любом случае будем смотреть, потому что органические ключевые слова тоже не упали. То есть площадка, в принципе, работает, чувствует себя более-менее, что касается SEO. Но что касается аудитории, ядра аудитории, активной аудитории, ну, собственно, крови, да, художников, площадки явный дефицит. То есть это очевидно, потому что трафик падает. И эта тенденция пока не видится мне в позитивном ключе. Вот если взять последний месяц, да, вот текущий месяц, то даже здесь вот это последнее обновление Google, update code, обновление Google, оно произошло между 27 августа и вот завершилось как раз числа 7-го, да. После этого еще, видите, обрушение произошло еще на, ну, где-то 2000. Трафик еще больше упал. То есть площадка пока скатывается вниз. Если вас интересуют какие-то другие площадки, чтобы я разобрал, ну, чисто так вот с точки зрения SEO, прежде всего, да, с точки зрения перспективы площадки, вы можете оставлять ссылки на какие-то интересующие вас галереи, ресурсы, пишите, будем так кратенько обозревать, смотреть, какие-то мысли я буду с вами ими делиться. Это, я думаю, будет интересно не только художникам, но и просто всем, кто интересуется размещением своих произведений на тех или иных площадках. Потому что есть как тематические площадки типа Daily Paintworks, где только небольшие художественные работы выставляются, так и более глобальные площадки хендмейда разные. Пишите свои ссылки, будем разбираться и анализировать перспективы, тенденции, распределение по странам, то есть на какой площадке какой трафик и потенциал для размещения работ. Вот это самая важная информация, которую нам надо знать. На этом небольшое видеообзор мы завершаем про Daily Paintworks. Давайте в конце просто немножко глянем, да, бегло по тому, что здесь представлено, да, вот какие тут работы есть. Я еще раз повторю, что работа в основном перевыставляет, то есть то, что здесь мы сейчас видим на данный момент, основная масса работ, она тут как бы и кружится, так или иначе, постоянно она ратируется. Тем не менее, вот чисто как с позиции SEO, я могу сказать, что вот можно здесь какие-то тенденции подсмотреть, особенно если автор действительно именно живет вот там за рубежом, да, то есть вы можете увидеть какие тенденции есть именно вот в мировом арте. Потому что большинство работ здесь просто выставляют в качестве себя показать, то есть это площадка прежде всего для показа себя, а во вторую очередь уже для продажи. Ну, также можно получить неплохую ссылку на свой сайт, собственно, если у вас есть возможность, например, здесь выставляться. Вот на сегодня все, видите, да, то есть 174. На пике было порядка 300 работ, и даже я помню времена, когда было до 400 работ ежедневно выставлялось на данной площадке.